Здравствуйте, дорогие друзья! С нами ВВВ Игорь Елдашев и Федоров Дмитрий. Сегодня мы представляем небольшой репортаж. Он будет посвящен не просто сборке и предприятию ЧЗМ, он будет посвящен, как я называю, хребту любого предприятия машиностроения, это системы менеджмента качества или отделу технического контроля. То есть системе, которая подозревает собой свод стандартов, нормативов качества и, собственно говоря, показывает, насколько предприятие относится к своим заказчикам, клиентам и, собственно говоря, предоставляет качество своей продукции. Здравствуйте, Дмитрий! Рады вас приветствовать вновь. Расскажите, пожалуйста, немножко о системе отдела технического контроля на вашем предприятии, ну и, конечно, системе менеджмента качества, потому что у вас есть очень много сертификаций в соответствии. В чем они заключаются сегодня? Здравствуйте, Игорь! Ну, неотъемлемой частью любого производства действительно является контроль качества деталей и изделий в процессе изготовления. На заводе существует система менеджмента качества, соответствующая ИСА-9001, значит, сертификат у нас выдан BCI, это Британский институт стандартов, это считается неплохая организация в мире, которая сертифицирует именно систему менеджмента качества. У нас постоянно проходят аудиты, мы как бы подвергаемся проверкой, нам даются какие-то замечания, мы их устраняем, ну и в целом, как бы, система вот в данный момент, она у нас достаточно отлажена. Значит, когда у нас изготавливаются детали на разных стадиях изготовления, там, на этапе заготовок, на этапе уже готовой детали, на этапе сборки, обязательно производится контроль качества. Чаще всего, там, визуальный, измерительный, и этот контроль осуществляет у нас работники отдела технического контроля. В дальнейшем, когда изделие перемещается по цеху и попадает на участок сборки, контролер УТК также присутствует при сборке изделия, проверяет правильность маркировки, клеймения, там, и соответствие деталям, требованиям чертежа. И окончательно собранное изделие, устанавливается стенд, на котором проводятся его гидравлические испытания. Работник УТК присутствует при этих испытаниях, проверяет соответствие изделия требования программы методик испытаний, смотрит протечку через затвор и определяет соответствие этой величины требованиям конструкторской документации. Кроме этого, если мы коснемся изделий атомных станций, то там изготовление осуществляется в соответствии с планами качества на оборудование, и, соответственно, каждая точка закрывается в присутствии там представителей заказчика или уполномоченной организации, работникам УТК, и без закрытия какой-то определенной точки переход к дальнейшему изготовлению, там, и к дальнейшим этапам изготовления изделия, он невозможен. Соответственно, отдел технического контроля занимается подготовкой этих планов качества, согласованием их с представителями заказчика, и дальше на разных этапах там участвует в закрытии этих точек, то есть проводит там необходимые контроли, подписывает документы, которых, скажем так честно, в атомной отрасли очень много, то есть бумаги чаще всего превышают даже объем конструкторской документации на изделие. Ну, должно быть все там запротоколировано, вот, поэтому УТК это достаточно большая у нас на заводе служба, она участвует во всех этапах жизни изделия, вот, без них, как без рук. То есть некоторые, конечно, рабочие там у нас переведены на самоконтроль, они там проводят контроль деталей самостоятельно, но все равно какой-то определенный процент из партии все равно за ними проверяет работник УТК. То есть качество для нас это самое главное, и мы очень много сил и средств вкладываем в контроль качества, в проведение аудитов. Кроме этого, у нас на заводе существует бюро сертификации, которое после того, как изделия, в том числе и новые изделия, прошло все испытания и в нашей испытательной лаборатории, то мы получаем сертификат соответствия для АЭС в области использования атомной энергии. То есть этот документ выдает сертификационный центр на основании представленных результатов испытаний, протоколов различных, как бы сертификатов на материалы, сертификатов на сварочные материалы. Конечный этап изготовления продукции для АЭС это получение сертификата соответствия. Что касается продукции ТЭС, то наша продукция полностью соответствует требованиям технических регламентов 0.32 и 0.10, о чем тоже есть сертификаты. И мы постоянно их поддерживаем в актуальном состоянии. То есть у нас тоже проводятся проверки, аудиты различных организаций, в том числе и организаций, связанных с концерном Росэнергоатом, с Ростехнадзором, которые проверяют все этапы у нас изготовления и контроля качества продукции. То есть вот все, что хотелось рассказать о системе менеджмента качества и отделе технического контроля на нашем предприятии. Да, действительно, уважаемые друзья, это отдельная песня, потому что представьте себе, что среднестатистическая задвижка, выпускаемая этим предприятием, чехским энергомашем, работает на температурах свыше 350 градусов, плюс 560, как правило, и при давлении в среднем превышающем 300 атмосфер. То есть это, можно сказать, бомба, которая работает под давлением. И многие из конечных потребителей должны понимать, что за низкой ценой может стоять иногда очень большой риск, что эта бомба может просто, ну не взорваться, но хотя бы выйти из строя. Я не буду сгущать краски, я могу только одно сказать, что за качество порой надо платить. И есть вещи, на которых не стоит экономить, в том числе и арматура для теплоэлектростанций и для атомной станции. Но если в атомной станции там все серьезно, идет надзор, и, как Дмитрий говорит, существует даже определенный свод документации, которая протоколируется и поступает заказчику, в данном случае Росэнергоатому, то, к сожалению, в тепловой сегменте и отрасли там сегодня творится такой хаос и такой беспорядок, который, я думаю, в лучшем случае может выразиться в сводке новостей. Как сказал один мой друг, я начинаю бояться трубопроводов. Дмитрий, если все-таки говорить про теплоэнергетику, вот вы, можно сказать, уже тоже собаку съели на этой конструкции, какие риски сегодня подвигается конечный потребитель, когда он выбирает некачественную арматуру? Ну, можно сказать, с высоты вашего опыта. Расскажите нашим зрителям. Ну, вот на чем можно сэкономить, например, при производстве тепловых изделий? То есть все мы берем, в принципе, если заготовки по кооперации, примерно у одних и тех же заводов. Ни для кого не секрет, что сейчас литейные предприятия, они могут только отлить заготовку и поставить ее конечному потребителю, который будет изготавливать из нее уже арматуру. Провести какие-то контроли на этапе изготовления у них чаще всего нет возможности, потому что, ну, как бы все экономят деньги. Понятно, держать свою лабораторию, которая будет аттестована, и держать свои источники для радиографии, обращаться с ними, вывозить их, утилизировать, менять – это очень дорогое удовольствие. Это мы по себе уже знаем. Поэтому, когда заготовка поступает к нам на завод, мы полностью проводим ее входной контроль, в том числе и неразрушающий контроль. Ну, и, как чаще всего, за этим следуют полностью ремонты. Как бы, ремонты этих отливок. И вот мы сегодня ходили, смотрели по заводу, какие у нас отливки поставляются. Видно, что достаточно много объема ремонта выполняет именно наш завод уже. И мы, после того, как мы провели все вот эти ремонты, проверили качество и пустили эту заготовку на изготовление изделия, то мы уже можем со стопроцентной уверенностью сказать, что мы выпустили качественный продукт. Большинство других заводов, ну, не будем называть их имена, ну, пускают эти отливки в дело, ну, и надеются на авось. Потому что самим тоже контролировать – это опять время, которое тоже деньги считается, и опять же наличие лаборатории, наличие аттестованных специалистов и так далее. Ну, и вот некоторые несчастные случаи, которые в последнее время происходили в стране на предприятиях тепловой энергетики, они говорят о том, что не все заводы к качеству относятся с должным уровнем. Ну, все мы знаем, что арматура на высокие давления, на высокие параметры, чаще всего на пар, который достаточно высокой температуры, это вот, как Игорь действительно сказал, это бомба. То есть, если происходит разгерметизация там по сальнику, то если человек находится в зоне, как бы, нахождения этой задвижки или этого клапана, то в лучшем случае он получит очень сильный ожог. В худшем это может быть смертельный исход, потому что перегретый пар, его не видно, он как воздух. То есть, пока ты в него не попадешь, ты не почувствуешь ничего. Ну, даже если попадешь, то там ожог такой, что, как бы, человек очень быстро, как бы, теряет сознание от боли и так далее. Вот. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы все наши заводы, конечно, выпускали качественную арматуру, ну, а потребителям хотелось бы порекомендовать все-таки достаточно серьезно относиться к выбору поставщика, то есть, не смотреть на низкие цены, которые чаще всего скрывают за собой какие-то уступки к качеству, которые, ну, конечный потребитель, может, никогда и не увидит. И это очень хорошо, что он этого не увидит, конечно, никаких несчастных случаев не произойдет. Но жизнь, она такая, то есть, бывает и там, где постелишь солому, там и упадешь, конечно, тоже. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки обращали внимание на качество продукции, а не только на цену, которая, конечно, тоже важна, но экономить... Бывает так, что, например, часть у нас тепловой продукции, мы ее на уровне себестоимости продаем, потому что, к сожалению, затраты на изготовление такие, чтобы держать конкурентный уровень цен, мы вынуждены, как бы не в ущерб качеству, мы вынуждены жертвовать своей прибылью, которую, в принципе, мы могли бы пустить на перевооружение завода и так далее. Поэтому вот так. Да, уважаемые друзья, к сожалению, сегодня боль нашей отрасли, боль даже отрасли теплоэнергетики, это то, что конечный потребитель, заказчик, начал слишком много экономить. Вы понимаете, что я не призываю к тому, чтобы раздували бюджет или что-то, но должны давать себе отчет закупающих компаний, что существует определенный минимум, минимум ценовой стоимости, где грань качества и надежности играет критическую роль. И знаете, что я хочу сказать? Раз на раз не приходится, и даже палка раз в год стреляет. Поэтому, когда вы покупаете недорогую арматуру, подумайте, какие последствия она может привести в эксплуатацию. Особенно, если, не дай бог, невинные жертвы будут. Такие жертвы уже были в 2016 году, и очень многие знают их по новостям нашего видеоканала, по новостным лентам нашего портала armtor.ru. Я хочу, чтобы таких случаев было как можно меньше, и чтобы все-таки наши конечные потребители отдумывались перед тем, как достать минимальную цену, чем эта цена может грозить тем же людям, невинным, человеческим жизням. Удачи вам, друзья! Сегодня такой репортаж, посвященный качеству. Я хочу просто призвать к вам только к одному. Соблюдайте это качество, потому что есть вещи, на которых не стоит экономить. Удачи, Дмитрий. До новых встреч. Спасибо, Игорь. Удачи, друзья. Мы с вами прощаемся. До следующих встреч. Напоминаю, с вами был Игорь Юлдашев, Федор Адбитрий. И мы увидели прямой видеорепортаж с производственного участка «Энергомаш-Чехов» в ЧЗМ, участка сборки. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!